Привет, друзья! В сегодняшнем видео мы рассмотрим 5 жизненных уроков от таких знаменитых и влиятельных людей, как Уилл Смит, Гарри Вейнерчук, Уоррен Баффетт, Саймон Синик и Джек Ма. Эти уроки люди осознают слишком поздно, но мы надеемся, что вы их осознаете намного раньше, и именно они станут ключом к вашему успеху. Инстардинг представляет 5 уроков, которые люди осознают слишком поздно. Урок номер один. Живите без страха. Существует один принципиальный подход, который я бы посоветовал людям. Это каждый день бороться со страхом. Проблема в том, что страх обманчивая штука. Страх вам говорит, эй, если ты признаешься вон той девушке, то она поймет, что ты у нее на крючке и больше не будет в тебе заинтересована, когда узнает, насколько сильно она тебе нравится. Даже не думай заговорить с ней. Когда она будет проходить мимо, просто не обращай на нее внимание, и тогда она твоя. Страх подсказывает полную чушь, подобную этой. Так вот, для меня борьба со страхом стала ежедневным упражнением. С тех пор, как три года назад я прыгнул с парашютом в Дубае. А прыжки с парашютом... Прыжки с парашютом — это очень интересная встреча со страхом. Мне нужно встать, я лучше встану. Так вот, за день до этого вы собираетесь с друзьями, выпиваете, и одному из них приходит гениальная идея. А почему бы нам завтра не прыгнуть с парашютом? И ты такой, да, давайте прыгнем! И все такие, да, да! И ты такой, да! И все, да! А потом ты приходишь домой и думаешь... Ну, они же тоже были пьяны, так, может, они передумают. Может, нам туда не надо, может, нам не надо этого делать. А потом ты лежишь в своей кровати и такой... Тебя передергивает от ужаса. В твоем воображении прокручивается раз за разом, как ты выпрыгиваешь из самолета, и ты не можешь понять, зачем вам вообще это надо. И у тебя была самая бессонная ночь в твоей жизни. Но у тебя еще остается надежда, что твои друзья перебрали. На следующий день ты просыпаешься и едешь в указанное место, а там собрались все твои друзья. И ты такой, ааа, блин! Хорошо, хорошо! Круто, круто, круто! Потом ты садишься в фургон, без понятия, что твои друзья так же всю ночь не спали, как и ты. Но они в этом тебе не признаются. А, чувак, мой дядя Марпех, это будет просто здорово! Жду не дождусь! А ты в это время, боже мой, боже мой! У тебя скручивается живот, ты не можешь есть, но ты ведь не хочешь быть единственным, кто не выпрыгнет из этого самолета. Когда мы приехали туда, нам провели инструктаж. И вот я стою там, и мне говорят, в том случае, если парашют не откроется, то вы должны... Какого черта? Почему? Что я должен сделать, когда парашют не откроется? И когда ты в первый раз прыгаешь с парашютом, тебя привязывают к парню, который пойдет с тобой и будет тебя выталкивать. Ты идешь туда и видишь самолет, и никто не останавливается, все продолжают идти. И ты залезаешь в самолет и садишься к какому-то незнакомцу на колени. Ты сидишь у него на коленях и пытаешься завести беседу. Да, мужик! Частенько вы прыгаете вот так с людьми. И ты пытаешься убедиться. У тебя же есть дети, верно? Есть люди, которых тебе нужно увидеть. Тебе просто хочется убедиться, насколько он серьезен. И вы уже в самолете, и вроде все нормально, и вы взлетаете все выше и выше и выше. И вдруг вы замечаете лампочки. Красную, желтую и зеленую. Сейчас светит красная лампочка. И ты начинаешь думать, что рано или поздно загорится зеленая, но ты понятия не имеешь, что тогда произойдет. И пока ты ждешь, загорается желтая, потом ее сменяет зеленая. Кто-то открывает дверь, и до тебя доходит, что ты еще ни разу не находился в самолете с открытой дверью. И ты начинаешь идти. И если бы ты был умнее, то сел бы в конце, чтобы не прыгать первым. И вот люди начинают прыгать из самолета, и ты тоже идешь. И парень доводит тебя до конца так, что пальцы твоих ног находятся на краю. И ты смотришь вниз, в глаза смерти. И парень говорит, на счет три. И продолжает, один, два. И он выталкивает тебя на два, потому что на три люди начинают за что-то хвататься. И ты такой... И ты падаешь из самолета, и через одну секунду ты понимаешь, что это самый прекрасный момент в твоей жизни. Ты летишь. Ты не чувствуешь это как падение. Это такое чувство, будто тебя поддерживает ветер. И ты падаешь, падаешь, но страха больше нет. Ты понимаешь, что в момент самой большой опасности ты боишься меньше всего. Это блаженство. Это блаженство. Ты летишь. А затем проходит 20, 25, 40 секунд, и у тебя достаточно времени, чтобы побыть таким. «Ха! Это разве не то здание, которое я видел утром? О, я вижу океан!» И урок, который я усвоил, гласил, почему ты так боялся, когда лежал в своей кровати прошлой ночью? Почему тебе нужно было бояться? Почему же ты боялся в своей кровати за 16 часов до прыжка? Почему ты боялся в машине? Почему ты не насладился завтраком? Для чего был нужен весь этот страх? Чего ты боялся? Весь этот путь к самолету. До момента самого выхода у вас не было причин бояться. Ведь это все просто испортило ваш день. Тебя никто не заставлял прыгать, но внезапно, в тот момент, когда вы должны быть просто в ужасе, вы, наоборот, получаете прекраснейший момент в вашей жизни. И Бог поместил самые лучшие моменты в вашей жизни по ту сторону ужаса. Именно по другую сторону вашего страха находятся самые лучшие моменты в вашей жизни. Урок номер два. Перестаньте жаловаться. Что, если я скажу тебе, что это последнее утро в твоей жизни? Или что ты умрешь в конце этой недели? Ты разве будешь ныть о своей ужасной работе или о грядущем экзамене? Я сомневаюсь. Ты начинаешь мыслить на более высоком уровне. И это как раз то, что необходимо. Понимание того, что ты не жалеешь о том, что делаешь. Я все понимаю. Ты должен пройти через школу, потому что так хотят твои родители. Тебе нужно оплачивать квартиру, отдавать кредиты. Но, пожалуйста, оглянись вокруг себя и посмотри на этот мир. Мы живем в мире полном возможностей, а интернет создал их еще больше, намного больше. Я имею в виду, что ты вообще мог не существовать, понимаешь? Например, твои мама и папа могли переспать на три минуты позже, и ты бы вообще не появился. Ты мог вообще быть автобусом или деревом, понимаешь? Так что я вообще не понимаю твоих печальных мыслей в понедельник утром. Да я этот понедельник прогну под себя. Я сделаю его своей субботой. Вот что я хочу делать каждое утро. И я хочу, чтобы ты считал так же. Пожалуйста, остановись и посмотри, как же круто все на самом деле. А затем признай, что ты имеешь возможность бросить вызов этого миру, потому что тебе достаточно повезло родиться именно в эту эпоху. Урок номер три. Не проспите свою жизнь. Каждый раз при встрече со студентами, я советую им искать ту работу, на которую они бы пошли, если бы им работа вообще была не нужна. Нельзя проспать всю свою жизнь. Не говорите себе, что в будущем все будет хорошо. Я буду делать это, я буду делать то, и что мне просто нужно повзрослеть и набраться опыта. Я говорю людям, что это как откладывать секс на старость. Это не очень хорошая идея. К чему сейчас ты их подталкиваешь? Я сейчас объясню, что я имею в виду. Вам на самом деле нужно заниматься тем, что вы действительно любите. И я не говорю, что вы найдете это на первой же работе. Просто не сдавайтесь, пока не найдете это. Урок номер четыре. Знайте свою цель. Представьте, что мы находимся в большой пустой комнате, и мы стоим в одном углу. Я даю вам простое задание. Я хочу, чтобы вы пошли в другой угол комнаты по прямой линии. В этом нет ничего сложного, да? Ничего вам не сказав, я ставлю стул перед вами. Что вы сделаете? Вы пойдете в обход стула, и вы сделаете не то, что я вам сказал. И это удивительная вещь. Учитывая, что у нас есть четкая, конкретная цель, мы используем свою собственную креативность и нашу собственную способность преодолевать препятствия, чтобы достигнуть своей цели. Другими словами, наша цель является более важной, чем маршрут до нее. Нам не важен маршрут, нам важна наша конечная цель. Теперь заново. Мы стоим в углу комнаты, и я даю вам простое задание. Пойти куда угодно в этой комнате по прямой линии. И вы скажете, куда же мне идти? Я не знаю. Придумайте сами, идите по прямой линии. И вы выбираете свою цель и начинаете идти. Ничего не говоря, я ставлю стул перед вами. И что вы сделаете? Вы остановитесь на месте. Или вы повернетесь и пойдете в другую сторону. И в этом вся проблема. Это такое же препятствие, как и раньше. Разница в том, что когда у вас есть четкая цель, препятствие становится легким в преодолении. Когда у вас нет четкой цели, вы останавливаетесь. И что делают в некоторых компаниях? Они считают шаги своего маршрута. Поэтому компания говорит, мы заработали миллион долларов в этом году, хотя планировали только 800 тысяч. И куда вы идете? Понятия не имею. Мы считаем шаги. Дело в том, что люди хотят чувствовать усилия, которые они прилагают при движении куда-то. Так что главное в успешности – это не сколько шагов вы сделали, не сколько усилий вложили, а насколько ближе вы приблизились к своей цели. И чтобы достичь ее, у вас должны быть невероятные идеалы. Мои идеалы – это жить в мире, где подавляющее большинство людей просыпается каждое утро и идет на работу, где они полностью удовлетворены тем, чем занимаются. Если меня спрашивают «Сколько своих книг ты продал?», я отвечаю, что понятия не имею. Я никогда не спрашивал издателя, потому что мне все равно. Мне на самом деле все равно, сколько я продал книг. Что меня действительно волнует, так это мой рейтинг на Амазоне, и что продажи идут стремительно вверх, а не вниз. Потому что у меня нет публициста, у меня нет маркетинговой стратегии. Я никогда никого не нанимал для продажи моих книг. И причина в том, что я не заинтересован в продаже книг. Я заинтересован в распространении идей. И поэтому я просто использую этот рейтинг как показатель, чтобы помочь мне понять, в том ли направлении я иду. И поэтому у вас должны быть ваши собственные наблюдения, которые помогут вам понять, на правильном ли вы пути. Посмотрите, чего вы достигли, и поймите, что нужно сделать теперь. Наша цель состоит в том, что мы увеличили выручку на 50 миллионов долларов. А зачем? Мы должны иметь четкую цель и только потом говорить, невероятно, мы стали ближе к ней. Мы идем в другом направлении, потому что мы хотим преодолеть препятствия. Если бы мы не пошли так, мы бы застряли на месте навсегда. Это не всегда прямая линия. Но это одно направление. Урок номер пять. Наслаждайтесь жизнью. Я не скажу вам со стопроцентной гарантией, что в будущем не стану тираном или не сойду с ума. Вот почему я хочу уйти на пенсию рано, пока я молод. Есть еще очень много вещей, которыми я бы хотел заниматься в своей жизни. Я хочу заняться благотворительными проектами, вернуться в школу и преподавать. Мир ведь так разнообразен. Почему всю жизнь я должен посвятить Алибаба? Я пришел в этот мир не для того, чтобы работать. Я пришел сюда, чтобы наслаждаться своей жизнью. Я не хочу умереть в своем офисе. Я хочу умереть на пляже. Друзья, надеемся, что это видео поможет вам стать не только успешными, но и счастливыми людьми. Расскажите нам в комментариях, советы каких успешных людей вам было бы интересно услышать еще. Если вам понравилось это видео, поделитесь им с друзьями, подпишитесь на наш канал Инстардинг и обязательно поставьте лайк. Огромное спасибо за просмотр. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!